Этот выпуск будет не совсем обычным. Когда-то данный канал начинался с простых роликов, записанных на телефон, где разные спортсмены стреляли на соревнованиях. Но сейчас на канале есть разные темы, от обзоров до интервью. Но вернемся к корням. Этим летом я выступал на чемпионате России по ружью в Тольятти. И теперь я поделюсь с вами небольшим разбором полетов. Возможно, для тех, кто занимается стрелковым спортом, это окажется полезным. А может быть, придется по душе и тем, кто не занимается. Итак, начнем. Мы пойдем с вами от первого до последнего упражнения в стрелковом комплексе Ловчий. Это был самый пулеметный или самый скоростной чемпионат за последние годы. И вы сами это увидите. Итак, первое и весьма сложное упражнение с движущимися и взлетающими мишенями. Обычно я готовлюсь долго, продумывая каждую деталь и прогоняя упражнения в голове перед стартовым сигналом. В Европе и особенно в США судья бы начал раздражаться из-за такой подготовки, так как там это не принято. И стрелки почти сразу сообщают, что они готовы. Но в России, как мне кажется, более серьезное отношение к выступлению и к конечному результату. Поэтому и готовимся мы дольше. А судьи достаточно спокойно к этому относятся. Данное упражнение я прошел практически идеально и по времени, и по технике. Особенностью было использование особых патронов с мелкой бесконтейнерной дробью 7,5 и большой навеской в 34 грамма. Такой патрон облегчает стрельбу по движкам и по керамике. Но у него есть и свои недостатки. Идем дальше. Это динамическое упражнение всего на 8 выстрелов, но с большим количеством сложно координированных перемещений и переносов между мишенями. Особенность – это работа с декорациями. Кстати, у нас на Патреоне есть разъясняющее видео по работе с декорациями. Упражнение у меня получилось хорошо. В конце ради ускорения пришлось стрелять, стоя на одной ноге. Но это допускается, если ранее ты подобное уже тренировал. Хотя в целом новичкам следует стремиться стрелять из максимально устойчивой позиции. Следующее упражнение было длинным, то есть с большим количеством мишеней и, соответственно, очков за упражнение. Если ты претендуешь на высокие места, то такие упражнения нужно стрелять максимально хорошо. На этом упражнении у меня было пара помарок. Тут немного задержался для контроля. Тут немного замешкался с перезарядкой. Ну а тут вовсе небольшой курьер. Нечетко попал по поперу и тот не упал. А я уже убрал руку с ружья вниз. Поппер стоит. Я постарался быстро сориентироваться и, как есть, выстрел в мишень, удерживая ружье только одной рукой. Ну, дальше закончил упражнение. В целом, это упражнение, конечно, не слито, но мелкие ошибки снизили общий результат процентов на 5. Вот и длинное пулевое упражнение. Само по себе отличное и много выстрелов и довольно приличная дистанция. Но, наверное, для меня оно стало одним из самых неудачных на всем чемпионате. Все потому, что я слишком долго достреливал дальние мишени. Не то, чтобы я совсем его слил, но, тем не менее, конечно, если бы пройти его второй-третий раз, наверняка получилось бы получше. Если бы такое упражнение стрелять из классического карабина, то скорость была бы значительно выше. Но, стреляя из ружья, ты сталкиваешься с сильной отдачей, что заставляет тебя сжать оружие. А это не лучшим образом влияет на точность. Следующее упражнение было с классной декорацией в виде автобуса. С такими декорациями всегда интереснее стрелять. Само упражнение великолепное по задумке, так как заставляет стрелять и перезаряжаться в движении. Перезарядка получилась быстрой и в целом упражнение записываем себе в плюс. На этом упражнении нам предложили неудобное положение и пару бабок. Кто-то даже стрелял с левого плеча, но я предпочел просто наклониться. Еще когда я смотрел, как стреляют другие, то обратил внимание, что дальняя правая мишень плохо падает даже при четком попадании. Все из-за сильного наклона этой мишени. Именно это обстоятельство меня заставило в итоге сломать свой геймплан и остановить стрельбу в движении. В итоге я потерял около двух секунд. Я знал, на что шел, так как стрелял с цилиндром. А можно было бы накрутить сужение, которое позволило бы наверняка ту мишень поразить. Но цилиндр позволяет стрелять побыстрее. Одно из фишек стрельбища в Тольятти, это упражнение, которое можно стрелять на 360 градусов. Вот это самое упражнение, которое полностью защищено. С этой стороны его защищают вот такие специальные деревянные стены, а там пулеулавливающие валы. Причем высота их очень большая. Очень трудно сделать так, чтобы пуля перелетела такой вал. Поэтому, стреляя здесь, ты сталкиваешься с совершенно новым опытом. Я не припомню ни одного другого стрельбища в России, где можно было бы проделать то же самое. Ну и посмотрим, что у меня получилось. В целом упражнение прошел я удачно, но в конце пришлось покорячиться и опять стрелять с одной ноги. Но другого выхода просто не было, если ты хотел закончить быстро. На следующем упражнении случился маленький курьез. После старта я резко ускорился и головой задел таймер у судьи. Судья подносит таймер близко, чтобы стрелок отчетливо услышал стартовый сигнал. После окончания упражнения меня спросили, не помешал ли мне судья легким ударом по уху. И если это мне помешало, то у меня есть право перестрелять это упражнение. Но я даже не почувствовал контакта. Да и перестреливать упражнение наверняка не стоило, так как оно у меня прошло идеально и еще и с лучшим временем на матче. Поехали дальше. Очередное пулеметное упражнение. И тут у меня была единственная неисправность ружья на всем соревновании. Я нажал на рычаг сброса магазина, но магазин не выпал и пришлось сбрасывать его другой рукой. Опять пришлось остановиться вместо стрельбы в движении и минус 1-2 секунды в итоге. На стрельбище в Тольятти есть еще одна интересная галерея, так называемый Kill House. Целое здание построено из шпал, в котором можно строить самые разнообразные упражнения. Со стрельбой внутри помещения, из помещения на улицу и наоборот. С игрой света, где нужно адаптировать зрение. Со стрельбой сверху вниз и снизу вверх. На разных этажах. В общем здорово. Но сложность данного упражнения в том, что нельзя в нем разобраться до конца, пока ты не войдешь в само помещение. На выполнение самого упражнения. И в этом есть и своя прелесть. Что ж, большая часть упражнения прошла внутри здания и снять его толком не удалось. Но в итоге упражнение оказалось несколько другим, чем я ожидал. И без косяков не обошлось. Было пару дострелов, но в целом 85% на этом упражнении. Следующий день начался с упражнения на платформе, которая подвешена на цепях и болтается влево и вправо. При этом надо стрелять, не убив бабки. Наверное, можно было бы попробовать стрелять и понаглее, побыстрее. Но я решил первое упражнение стрелять осторожно. И вот уже на следующем упражнении я стрелял со своей максимальной скоростью. И не сказал бы, что все получилось идеально. При том, что я попал сразу во все мишени, но я не успел это оценить. И пришлось достреливать два раза в те поперы, которые и так уже падали. Опять же, минус секунда времени. Далее было почти такое же упражнение с максимально быстрой стрельбой на ближнюю дистанцию. И предлагалось побегать зигзагом. Чтобы никто не вздумал перешагивать линию, были уложены мешки с песком. Но я у мамы особенный. Субтитры сделал DimaTorzok Отметим изящество судьи по имени Вера. А тем временем у нас на экране одно из самых заковыристых и сложных упражнений. Сложность этого упражнения в том, что секунд за пять надо поразить 11 мишеней, некоторые из которых спрятаны, некоторые закрываются, если сделать хотя бы один шаг, некоторые качаются. При этом нужно проконтролировать, чтобы железо упало и активировало движки, а в бумаге было минимум две пробоины от картечи. При этом желательно стрелять в движении, а подвижные мишени поразить на первом проходе, не позволив им скрыться за препятствия. А еще не убить бабки. Фух, еле проговорил. Вот в чем была сложность данного упражнения. У меня все получилось. А вот здесь у меня не получилось. Я таки убил бабку последним выстрелом, что сопровождалось совершенно искренней досадой на моем лице. И еще одно упражнение для стрельбы в движении. Без этого навыка на Чиере было бы туго. Раскидистое упражнение с тоннелем Купера посередине. Когда есть тоннель, я всегда снимаю головной убор, чтобы козырек не перекрывал мне верхние рейки. Иначе при выходе их легко сбить спиной. Само исполнение этого упражнения мне тогда не понравилось. Хотя я смотрю его сейчас и никаких особых ошибок не вижу. Возможно мне показалось тогда, что я просто медленно двигался. Вот еще одно довольно сложное упражнение и оно получилось читерским. Вообще предполагалось, что стреляется оно из двух позиций, но я отстрелял его все из одной точки. Я конечно рисковал убить бабки, но обошлось. А вот елочке к сожалению досталось. Еще одно упражнение, которое можно стрелять с двух сторон, но я стрелял его только справа. И к сожалению без дострела не обошлось, что добавило приблизительно одну секунду к общему времени. Два последних упражнения этого чемпионата были с большим количеством перемещений. В принципе я люблю такие упражнения, но они очень требовательны к физической форме, потому что бегать надо как лось. Ну или как ракета, кому как больше нравится. У меня здесь были два дострела, что мне крайне не нравится. Я вообще очень не люблю делать много дострелов, поскольку в конечном итоге такие мелкие ошибки приводят к большим потерям. И на этом чемпионате мне не удалось войти в тройку именно из-за таких мелких ошибок. Общее место, которое я занял, было шестое. В целом неплохо, конечно, но приятнее получить медали. Тем не менее, без медали я с этого чемпионата не уехал, потому что первая восьмерка выходила в дуэльный матч. В дуэлях мне не удалось выйти в финал, хотя борьба была очень упорной. Я даже быстрее поразил контрольный поппер, но, к сожалению, падал он медленнее. Тем не менее, я победил в дуэли за третье место, и бронзовая медаль была моей. В любом случае, напишите в комментариях, интересно ли вам подобные видео, или, может быть, вы бы предпочли другие темы. Не забывайте поставить лайк, подписаться или поддержать наш канал на Патреоне, ссылка на который будет в описании. Счастливо и увидимся на следующем. Субтитры подогнал «Симон»